В Каскелине изменили целые русла реки для строительства многоэтажного жилого комплекса. Застройщик, зная о губительных последствиях для природы, начал менять ландшафт. Вот только достроить дом, судя по всему, не удастся. За дело взялись прокуроры. И таких ЖК, которые возводят незаконно, в Алматинской области около 20. Елеман Рейнбеков продолжит тему. Антилидер по незаконной стройке – город Кунаев. Там высшие надзорные органы приостановили работы на 11 объектах. Также 5 в Карасайском и 3 в Толгарском районах. Одно дело, когда нет разрешительных документов. Другое, когда разрешение выдано незаконно. Теперь прокурорам предстоит вернуть 48 земельных участков, которые незаконно выделены под ЖК. И для меня даже странно, почему такие органы, как ГОРХА, Стройконтроль, ГАСК, по идее, если я начинаю, они через 5 минут стоят возле уже моего забора. Не может быть, чтобы наши госорганы не знали о том, что данное строительство ведется незаконно. Поэтому нужно уже на начальном этапе пресекать незаконное строительство. Из-за проблем с документами застройщиков будут сложности у дольщиков. Особенно у вкладчиков 23 областных ЖК, которые продавали квартиры без разрешения уполномоченных органов. Люди принимают решения в отделе продаж, даже не ознакомливаясь с пакетом документов самого застройщика. То есть, как минимум, нужно начать с проверки госакта на земельный участок. Проверить, есть ли он в частной собственности, на кого он оформлен, какое целевое назначение. Есть ли там целевое назначение, указано ли строительство многоэтажного жилого дома или какая-то другая недвижимость, которую там собирается построить застройщик. С каждым из проблемных объектов будут разбираться в судебном порядке. Елеман Раймбеков, Влад Шишко, Информбюро